Сейчас с нами на связи Ольга Кошарна, независимый эксперт по ядерной безопасности. Ольга Павловна, здравствуйте, как всегда, вам рад в нашем эфире. Ольга Павловна, вот фраза, которую я сказал перед тем, как мы могли услышать господина Гроссия о ядерной безопасности, о том, что МАГАТЭ, вообще, нахождение миссии МАГАТЭ на атомных объектах Украины должно стать якобы хорошим шагом, серьезным шагом, стратегическим шагом к ядерной безопасности Украины. Каким образом нахождение миссии МАГАТЭ на ядерных объектах Украины защищает эти объекты, Украину, да и всю Европу, собственно, от определенной ядерной катастрофы, которая спровоцирует только одно государство, Россия? Дело в том, что миссия МАГАТЭ, которая с сентября находится на Запорожской АЭС, в общем-то, показала, что это не мешает агрессору обстреливать промышленную площадку, и устроить базу. То есть они совершенно не стесняются присутствия экспертов МАГАТЭ. Там от четырех до трех человек было, их шесть уже смен. Миссии, которые сейчас размещены на всех действующих АЭС, и Чернобыльская АЭС, которая в состоянии снятия с эксплуатации, они направлены по просьбе нашего премьер-министра, президента, и готовилось это долго. Я видела техническое задание на их пребывание. В принципе, надежда на то, что в случае присутствия экспертов МАГАТЭ на действующих АЭС на подконтрольной территории, на ЧАЭС, ну как-то предотвратит ракетные обстрелы, пролет ракет над станциями, атаки по инфраструктуре, которая окружает АЭС, в частности, открытые распределительные устройства. Вы помните, что 23 ноября, когда был ракетный обстрел, то вследствие поражения трансформаторных подстанций, которые составляют часть инфраструктуры по выдаче мощности АЭС Ровенской, Кмельницкой и Южноукраинской, произошел аварийный останов всех реакторов. И вот тогда случился блэкаут с развалом энергосистемы. И героические усилия Украинерго позволили за сутки собрать энергосистему Украины опять в единое целое, синхронизировать с европейской энергосистемой. Но выводы были сделаны. И, в принципе, то, чтобы флаг подняли там на каждой площадке, где есть представители МАГАТЭ и так далее, то есть наши власти надеются, что присутствие экспертов МАГАТЭ на площадках предотвратит какие-то ракетные обстрелы. Но я в этом не уверена, честно вам скажу. И это показывает опыт Запорожской АЭС. Ну, собственно, об этом пишет и сам господин Гросси в том же Твиттер в своем аккаунте, когда он прибыл на территорию Украины. Снова он говорил о том, что мы здесь для того, чтобы предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Это буквально цитата из Твиттера господина Гросси, если мне не изменяет память, за 16 января 2023 года. Вот таким образом он написал. Почему по два эксперта отправляются, по вашему мнению, на атомную электростанцию? Разве вот такого количества экспертов, цитирую, такое количество, оно содействует ядерной и радиационной безопасности электростанции? По крайней мере, так о своей миссии говорили представители МАГАТЭ, которые прибыли на Ровенскую атомную электростанцию. Мне кажется, что содействие будет в чем заключаться? Они будут на местах, во-первых, непосредственно информировать Гросси, информацию, вот как показала опыт запорожской станции, присутствие экспертов, это моментально, даже раньше, чем наши органы, типа Госинспекция ядерного регулирования или на Экэнергатом появлялась информация об обстрелах и так далее на сайте МАГАТЭ, раньше, чем на наших официальных ресурсах. Кроме всего прочего, мне кажется, основная задача присутствия экспертов, естественно, что они будут коммуницировать с соответствующими службами на площадке, передавать информацию МАГАТЭ, но все-таки, мне кажется, основная задача их, это на месте выяснять потребности в оборудовании, в приборах, в консультациях каких-то касающихся ядерно-регулированной безопасности со стороны центрального офиса МАГАТЭ. Дело в том, что МАГАТЭ оказывает техническую помощь, поставляет какое-то оборудование, приборы, вот у них есть там фонд, доноры, члены МАГАТЭ организовали этот фонд, и для того, чтобы актуализировать потребности каждой из площадок. Вот это, мне кажется, еще в этом задача пребывания экспертов МАГАТЭ на площадках. Собственно, с вами согласен, наверное, и так, и об этом говорил господин Гросси, и в записках от МАГАТЭ, и на их официальном сайте примерно такая же картина вырисовывалась и авторами этих записок. Давайте тогда другую сторону также обговорим. Если обеспечение атомных электростанций украинских это один из аспектов пребывания миссии МАГАТЭ, то, возможно, второй из аспектов, и о нем, кстати, господин Гросси также говорил, это, собственно, ликвидация места Российской Федерации среди членов МАГАТЭ. Напомню, что господин Гросси, он заявил, что решение о лишении Российской Федерации статуса страны-члена МАГАТЭ не зависит от его воли, оно не входит в его возможности. Об этом господин Гросси заявил во время пресс-конференции общая с премьер-министром Украины Денисом Шмыглем. Хорошо. А у кого тогда, по вашему мнению, есть эта власть? У кого есть подобные возможности лишения Российской Федерации статуса члена МАГАТЭ? И является, возможно, вот такая возможность, извините за тавтологию, как раз во время прибытия миссии МАГАТЭ на украинские атомные электростанции? Нет. Это не является возможностью. И я более того уверена, что Российскую Федерацию не исключат из членов МАГАТЭ, потому что она владелица ядерного оружия. И нужно контролировать, так сказать, в рамках договора о нераспространении ядерного оружия Российскую Федерацию. То есть это учёт и контроль ядерных материалов, экспортный контроль и физическую защиту ядерных материалов на территории Российской Федерации. Другое дело, что в пакете вот этих санкций против Росатома тоже предусматривается то, что нужно ограничить участие Российской Федерации в принятии решений в рамках МАГАТЭ. Дело в том, что Российская Федерация вот в сентябре прошлого года её опять избрали в Совет Управляющих МАГАТЭ среди других стран. Хотя можно было бы нашим дипломатам поработать, чтобы этого не произошло. Три резолюции Совета Управляющих 22-го года, принятых относительно агрессии, относительно наших атомных станций, Россия не выполняет, являет членом Совета Управляющих МАГАТЭ. Точно так же проблема, вы знаете, это то, что она член Совета Безопасности ООН. И тоже пока не видно механизмов, исключения её ограничения, её права на вето там, потому что все эти заседания Совета Безопасности ООН весь прошлый год созываемые по инициативе России, по ложным поводам и по нашей инициативе. И пока нет механизма юридического. Лишение её этого членства. А это Совет Безопасности. Поскольку МАГАТЭ, не будем забывать, является структурой ООН, то надо начинать с Совета Безопасности ООН. Другое дело, что Советы Управляющих МАГАТЭ можно ограничить. Более того, руководящие должности занимает представитель Российской Федерации в секретариате МАГАТЭ, в частности, Департамент по ядерной безопасности. Некий такой Чудаков, там есть ещё Бычков. Слава Богу, что среди экспертов МАГАТЭ, которые приезжают сейчас на наши станции, нет представителей России. Это было условие Украины. Но есть же страны, скажем так, агентовлияния. Я понимаю, вы говорите сейчас об агентурной сетке в ядерных структурах, агентурной сетке Российской Федерации, которые под эгидой миссии МАГАТЭ, либо определённых экспертов, могут передавать информацию, не знаю, о ситуации на атомных объектах украинских государству-террористу. Правильно я вас сейчас понял? Ну, я думаю, что у нас разведки тоже работают. И, наверное, дело в том, что Украина должна согласовывать персональный состав миссий. Всегда это было, и до войны. Так, вот я думаю, что тут уже ответственность наших специальных органов. Но я говорю о том, что в секретариате МАГАТЭ среди сотрудников штатных есть представители стран, которые сочувствуют Российской Федерации. Ну, той же Венгрии, например. Ну, там Сербия была, ну, до вчерашнего заявления президента. А вот. Ну, есть такие страны, которые Индия, Китай и так далее, которые... Поэтому Гросси совершенно прав, что это не в его силах. И Россию не лишат членства МАГАТЭ, это однозначно, потому что тогда ядерное оружие на её территории будет без контроля. Поэтому нужно исходить, прежде всего, я считаю, экономические санкции против Росатома. И начинать нужно с персональных санкций против руководства Росатома, руководства всех дивизионов, его в том числе ядерно-топливного цикла, а также тех, которые присутствовали на ЗАЭС вахтовым методом с момента оккупации её. А это всё из руководства атомных станций Российской Федерации. Там на уровне главных инженеров, замглавных инженеров. И то, что те, которые сейчас находятся. Вот. Поэтому нужно работать и с Европейским Союзом. Как вы видите, что по нефти, газу санкции действуют. По ядерной отрасли России нет. Хотя она по деньгам, по объёму, получаемому Россией торговлей своими товарами и услугами в этой сфере нельзя сравнить с нефтяными и газовыми доходами. Это всего лишь порядка 9 миллиардов долларов. Но, тем не менее, она имеет существенную часть, в частности, на рынке изотопного обогащения урана до 40%. И нужно, чтобы страны, как вот Германия отказалась от газа, да, хотя сильно зависела. Точно так же надо, чтобы страны Центральной Европы, которые получают ядерное топливо от компании российской ТВЭЛ, всё-таки диверсифицировали поставки, как это сделала Украина с 2014 года, на второго поставщика компании Вестенгаус. И все услуги по ядерно-топливному циклу. От добычи урана, от концентрата урана до конверсии изотопного обогащения и изготовления топлива. Ну, добавлю так же, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, он обращался к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой наложить санкции на Росатом на продолжение. Вот ту тему, которую вы начали. Напомню, что Росатом это одна из крупнейших российских госкорпораций, которая до сих пор избегает западных санкций. Что предложил сделать господин Шмыгаль? Он призвал ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ, прекратить сотрудничество с агрессором в ядерной сфере. Время совместного брифинга с господином Гросси об этом заявил премьер-министр Украинский. Также напомнил, что ежегодно от продажи сырого урана услуг по его обогащению и строительству атомных электростанций Росатом, в принципе, зарабатывает около 9 миллиардов долларов. Вот конкретные суммы. И все они, я так понимаю, идут на убийство украинцев. Выразил также Шмыгаль уверенность свою в том, что большинство этих средств в случае их получения пойдет на финансирование войны, финансирование ракет, которые убивают мирных украинцев, подвергают ядерной опасности весь цивилизованный мир. Гросси ответил на это, сказал, что такое решение, вот как мы уже, в принципе, с вами обговаривали это, оно не зависит от его воли и от его возможностей. Сам приезд миссии МАГАТЭ, по крайней мере, такой громкий анонс, он наделал шуму, как в украинских средствах массовой информации, что понятно, в российских также, но в то же время и в западных. С каким, какая адженда, в основном, какой трек звучал в средствах массовой информации, условно, коллективного Запада, о том, что новая миссия МАГАТЭ на южноукраинской атомной электростанции, Ровенской электростанции, Чернобыльской, говорит об опасности возможной оккупации новой, ну, если говорить о Чернобыльской АЭС, этих электростанций. И это такое, по сути дела, предотвращение со стороны миссии МАГАТЭ, что в случае, если произойдет оккупация, там будут уже представители этой организации, скажем так, и они смогут контролировать весь процесс. Вы лично, Ольга Павловна, связываете, понимаем, возможно, что это тема более военного плана, но все же, ведь МАГАТЭ уже сталкивалась с ситуацией с Запорожской атомной электростанции, когда долго не могли попасть. Возможно, это такой ход на предотвращение. Ну, мне сложно это комментировать, но что касается заявления о том, что санкции МАГАТЭ должно накладывать, только ограничить привилегии, вот я это уже выше говорила, вот членов, то есть представителей России в работе. Но санкции должны накладывать Евросоюз, конкретно США, Канада, правительство. Это двусторонние такие вещи, понимаете, присоединяться к этим санкциям. МАГАТЭ не может, и мы видим, что все усилия Гросси по созданию зоны безопасности, которые начались еще с августа 2022 года, они же ничем не заканчиваются. И я думаю, что не закончится, что создать эту зону сможет только вооруженные силы Украины и наши специальные хлопцы, понимаете. Поэтому присутствие их там предотвратит оккупацию, но не уверена. Оно и обстрела не предотвратит, понимаете. Как мы видим, что Россия творит, абсолютно нарушая все конвенции по ведению войн и свои обязательства в рамках конвенции, депозитарием которых является МАГАТЭ. Поэтому, да, это такой, ну, тоже, это пиар-ход скорее. МАГАТЭ должно все-таки демонстрировать, что оно что-то делает, но пока мы видим, что результата нет. Ну, вам не кажется, что сейчас как раз и вот показательная неспособность, возможно, МАГАТЭ конкретным образом влиять там, например, на деоккупацию Запорожского на электростанции? Как говорят, знаете, Рамштайн очередной, новый, он быстрее, скажем так, способствует деоккупации Запорожской атомной электростанции, чем пребывание миссии МАГАТЭ. Одна, наверное, из задач, возможно, это показать неспособность МАГАТЭ решать такие задачи и, возможно, привести к реформации вот такую структуру, на самом деле, довольно важную. Ну, это так, как ремарка. Добавлю также, что в Энергоатоме украинская компания заявила о том, что после освобождения Запорожской атомной электростанции города-спутника Энергодара украинским спецназовцам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств на территории Запорожской атомной электростанции. Подрывом ЗАЭС Российская Федерация угрожает миру, ну, уже 11 месяц, скажем так, по сути. Может ли, по вашему мнению, сейчас Российская Федерация все-таки дать зеленый свет в этом плане? Ведь тема постепенно то всплывает, то, если говорить об информационном поле исключительно, то всплывает, то снова становится постепенно тише. Есть ли, по вашему мнению, у российского государства-террориста другие определенные намерения, которые также связаны с Запорожской АЭС? Ну, они начали минировать вокруг промышленной площадки побережья Кахорская и вокруг вот этих бассейнов, охлаждающих, которые за пределами забора находятся, сразу, как только захватили. А вот обменные поля огромные там, и поэтому это, может, и двух месяцев не хватит. До сих пор вот зона отчуждения еще не вся разминирована, понимаете? Это первое. Второе. Деградация систем безопасности идет, безусловно, потому что не выдерживаются температурные режимы, вот, значит, ремонты вовремя не проводились, страшный дефицит там. Они пытаются набрать, завербовать и подписать, чтобы сотрудники подписывали контракты, но есть, но не очень у них это получается. То есть, насколько я знаю, на пять смен там критический персонал у них, я видел это штатное расписание Росатома, 780 человек, а на 13 декабря у них было 170. И на пять смен вместе с персоналом из других цехов, типа электротурбинисты, подготовки воды, химцех и так далее, 1500 надо. Ну, нет у них таких людей. И плюс еще, до войны работало 200 с персональными лицензиями людей от Госатомрегулирования. Поскольку начальники смен блоков, начальники смен станций должны иметь такую лицензию, как и руководство от органа нашего регулирующего, вот, они поотказывались в большинстве, да? У них лицензированного персонала нет. Попытки завербовать представителей своих российских АЭС не заканчиваются, потому что люди понимают, что они попадут под санкции, и тогда они не смогут выезжать, зарабатывать деньги, например, на монтаже и подготовке к эксплуатации АЭС, который строит Россия за рубежом. Поэтому желающих найти не могут, несмотря на, так сказать, повышенную зарплату. Отсутствие критического персонала ухудшает, естественно, выполнение работ регламентных, поддержания даже в восстановленном состоянии энергоблоков. Поэтому запустить АЭС, естественно, после того, как она пять раз была без внешнего энергоснабжения, работала на дизель-генераторах после обстрелов Российской Федерации, линий, выдающие мощности, и сейчас она на одной линии висит, из четырех, семьсот пятьдесят киловольт, присоединенная к объединенной энергосистеме, и потребляет до ста мегаватт на собственные нужды. Это понятно, что тоже не может позитивно сказаться на системах безопасности, управления реакторами и так далее. Поэтому это будет период такой непростой, технический и так далее. Ну вот, собственно, я согласна тут с энергоатомом, что понадобится время. А то, что они могут что-то, так сказать, сделать, чтобы мы не смогли запустить, я тоже не сомневаюсь в этом. То есть могут повредить какие-то принципиальные вещи. Это не значит, что они подорвут там хранилище отработавшего топлива или сам реактор. Нет, но они могут какие-то поломки такие сделать, что это будет проблематично запустить блоки. Ольга Павловна, вам огромное спасибо за анализ. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Ольга Кошарная была сейчас с нами на связи, независимый эксперт по ядерной безопасности.